Всем привет! С вами ток-шоу про молодежь, проект о современном мире, его тенденциях и социальных проблемах, волнующих подрастающее поколение. Мы снова встретились в этой студии для обсуждения тем, волнующих подрастающее поколение. Зачастую молодежь и взрослые говорят на разных языках, но в нашем ток-шоу мы будем искать точки соприкосновения. Сегодня у нас очень интересная тема, но в ней поможет нам разобраться приглашенный гость, не просто взрослый, а человек с экспертным мнением в этом вопросе. Но об этом чуть позже, а пока представляем нашу команду. Тема нашего третьего выпуска «Про это». За этими словами кроются очень важные и глубокие вопросы. Половое воспитание молодежи в 21 веке. В какой форме оно должно присутствовать? С какого возраста? И откуда подросток должен узнавать о таких деликатных вещах? В прошлом веке, во времена наших родителей и даже бабушек, говорить об этом было не принято. И интима как бы вовсе не существовало. Сегодня же в открытом доступе практически любая информация. Только во благо ли это? Из интернета ли должен подросток узнавать о взаимоотношениях мальчиков и девочек, физической близости и средствах безопасности? По данным социологического опроса взрослых в возрасте от 30 до 60 лет, только 4% считают, что половое образование не нужно. Большая часть опрошенных, 32%, ответили, что половое образование стоит начинать с начальной школы. 26% – с наступлением подросткового возраста. А 30% уверены, что начинать разговаривать с детьми на эти темы надо в детском саду. По итогам опроса молодежи, 63% респондентов от 14 до 25 лет предпочли бы проведение уроков сексуального просвещения в промежуток с 5 по 9 классы. И 3% считают, что об этом вообще не нужно рассказывать. Не во всех школах вопросу полового воспитания уделяют должное внимание. Зачастую с родителями говорить об этом стыдно. Остаются интернет и друзья. Послушаем, какое мнение у нашей команды. Ребят, где вы черпаете информацию на такую деликатную тему? В интернете. Да, давайте начнем все-таки. Насколько у вас доверительные отношения с родителями? Вообще, родители как-то готовили вас ко взрослой жизни? Как-то с вами обсуждали? Если да, с какого возраста? Ну и вообще, расскажите о взаимоотношениях с родителями. Ну, с родителями мы никогда такого не обсуждали. Мой помощник – это интернет. Ребят, у кого-то был опыт именно, что родители так сознательно подошли к этому вопросу, посадили, сказали, ну вот смотри, и все рассказали? Ну, мои родители всегда открыты для обсуждения абсолютно любых вопросов. То есть я всегда могу подойти, если меня что-то интересует, спросить. Вот. Но конкретно прям прямого вопроса, прямых вопросов я никогда не задавала. Потому что, опять же, существует интернет. И друзья. Вы со мной, родители, никогда не говорили на эту тему? Мне говорил отец и мать, только чтобы я предохранялся и все. Ага. В каком возрасте они тебе об этом сказали? С пятнадцати. А, с пятнадцати лет. Нет, я имею в виду, что, знаете, какую-то подготовку ребенка в одиннадцать объяснить про физиологию, что мальчики отличаются от девочек, что вот, ну хотя бы даже из разряда, знаете, таких вот каких-то романтического направленности. То есть потом ты влюбишься, выйдешь замуж или женишься, и там у вас появятся дети. То есть таких разговоров тоже не было. Не, ну как было, то есть, ну на классическом. Не знаю, как вот объяснить, то есть, то что, пример приводили, что вот найдешь ты жену, но чтобы прям разговора по поводу... Ну каких-то, и вот именно интимных отношений, такую тему, эту тему не затрагивали. Ну для этого есть интернет. Интернет. Ну то есть интернет прям какой-то бич двадцать первого века. Столько плюсов и столько минусов. Потому что информация в интернете, она неконтролируемая поток. И там, если бы там все было, знаешь, как в учебнике все правильным, хорошим языком донесено, там же чего только нет. Ну у меня с мамой очень доверительные отношения. Вот как раз-таки в одиннадцать-двенадцать лет мы как-то спонтанно с ней сели и поговорили. Она мне рассказала о половой системе человека и все. Ну естественно, мне больше комфортно разговаривать не с родителями, а с друзьями. Или на крайний случай посмотреть в интернете. Скажите, а между собой вообще у подростков принято обсуждать такие пикантные вопросы? Да. Каждый день обсуждаем. За чашечкой чая? Да. Нет, ну серьезно, расскажи. Не, ну, то есть я считаю, что ни одна компания подростков не стыдится этого. То есть если, ну это настоящие друзья, они по школе ботаники, которые надо выучить все предметы. А настоящие друзья, которые постоянно гуляют, то, я думаю, они не стесняются. И иногда это даже перерастает в какие-то шутки. Ну шутки, понимаете, вот даже по своему опыту своей молодости могу сказать, что с друзьями можно что-то обсудить такое похихикать, похахахать. Но если какой-то вот вопрос или какая-то, может быть, проблема деликатная, то, мне кажется, друзьям все это тоже сказать как-то неудобно. Ну тут все зависит от друзей, если это близкие, те друзья, те с ними комфортно, которые могут с тобой и похихихать, но также и обсудить какую-то проблему, то я считаю, что можно с ними поговорить по этому поводу. Ты можешь сначала стесняться, да, может как-то, ну для тебя это может быть слишком деликатно, но как только ты об этом заговоришь, ты все, ты вливаешься в этот мир, и, ну, ты уже не стесняешься с кентами это обсуждать. Ну это уже как бы, ну, само собой разумеешься, где угодно и как угодно. И забыл еще вратиться. Сейчас многие из вас ответили, что информацию любую можно получить в интернете. А с какого возраста вообще у ребенка появляется-то эта потребность, эту информацию удовлетворить? Любопытство. Вот мне как маме просто интересно, подростка, знать, к чему готовиться-то вообще, что, как все было-то? Ну, короче, первый раз это как у меня было. Я ходил к другу очень часто, у него был компьютер, у меня его еще не было, и мы с ним играли во всякие флэш-игры, ну, в вагоне вода обычно, чтобы вместе играть. И там часто всплывала такая контекстная реклама, очень интересно, там, не знаю, девушка прикованная, там написано, освободи меня. Ну, она там голая, и мы такие, черт, что это вообще? Сколько вам лет было? Ну, первый класс, 7 лет мне было. О-о-о! Ну, да-да-да, и мы такие, что? Мы там в нее зашли, там, как бы пытались поиграть, но там уже начала просить код нашей карточки, которой у нас, к сожалению, не было. Вот, потом пытались ее найти, но как-то безрезультатно. Ну, то есть, сейчас тебе 19, Кусь, поэтому, когда ты был в первом классе 12 лет назад, соответственно, таких родительских контролей в интернете не было. Ну, вообще не было, да и меня как-то не контролировали впоследствии вообще. Мы пока еще не знали. Ребята? Ну, моя история также случилась 7 лет, это произошло очень глупым способом. Я пришел к своей подруге домой, мы не придумали ничего лучше, как просто включить телевизор. Листая каналы, мы наткнулись на канал, где была связь полов. Понятно, понятно. Ну, то есть, я думаю, что это родительское такое упущение, потому что, ну, сейчас блокируются все вот эти вот кабельные каналы, которых великое множество. Ну, да. Ну, и впоследствии уже после этого мы как раз-таки рассказали нашей еще одной общей подруге. И уже тогда она нам объяснила, что это, как это происходит, зачем это и так далее. Именно так я и валился в эту движуху. Ребят, еще такой момент. Родители считают, что вы, ну, вот вам в этом 13-14 лет, родители все-таки маленькие. Когда вы там местный фильм какой-то смотрите, там, семье, какой-то кикантный момент. Они, наверное, перематывают или там как-то переключают. А у меня вот все время, я так тоже делала, у меня вся мысль, вот я думаю, блин, моя дочь, наверное, знает еще больше, чем я. Да, с учетом сейчас всего этого информационного потока. У вас с родителями есть какие-то такие вот неудобные, знаете, вот такие моменты, когда... Ну, вот такие вот, допустим, за просмотром, совместным просмотром телевизора или фильмов, когда что-то... Вот родители как-то им неловко, и вам неловко, и как-то даже не знаешь, как выйти из этой ситуации. У меня с моими родителями сейчас нет таких моментов, что от меня пытаются что-то скрыть, да, какую-то цензуру и так далее. Мы с мамой прекрасно каждый вечер смотрим беременно в 16, это все обсуждаем и так далее. Конечно, когда я была маленькая, может, меня пытались оградить от какого-то ряда там каких-то материалов, там говорили, тут тебе лучше отойти, закрыть глаза, вот. Ну, потому что я была еще маленькая, вот, чтобы не было лишних вопросов. А сейчас у нас абсолютно все темы открыты, вот. Поэтому все супер. Мам, я тебя люблю. Ну, из-за того, что у меня родители в разводе, я живу с матерью, то я могу с ней обсуждать вообще любые темы, и она к этому абсолютно нормально относится. Но из-за того, что у меня есть младший брат и сестра, когда мы решаем всей семье посмотреть фильм, и начинается какая-то эпикадная тема, она все-таки перематывает этот момент. А, а в младшем брате... Так, дети вышли, 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 мы с Тимофем сейчас посмотрим, вас обратно позовем. Сколько в младшему брату и сестре? Младшему, а я не помню, 13, а сестре 9, и старшему 19. Ребят, я так понимаю, что в школе нет у вас, и у вас не было, вы уже закончили уроков о половом воспитании. Не было. А как вы считаете, вообще тема-то должна присутствовать? То есть должны как-то учителя об этом рассказывать на каком-то, ну, как-то объяснять, как, что, и какие-то, опять же, вопросы безопасности, вопросы контрацепции. В школе же у вас нет, и у вас не было урока полового воспитания. А как вы считаете, что это среди вас было бы востребовано? Вы хотели бы, чтобы вам как-то это уже наглядно рассказывали и доступным полунаучным языком, я имею в виду, доступным научным языком объясняли? Ну, я считаю, что такие уроки должны быть, потому что еще в неосознанном возрасте дети, которые только узнают об этом, могут совершать ошибки из-за того, что они не знают о защите, не знают о различных видах болезней, которые они могут заразиться путем полового акта. Поэтому я считаю, что все-таки такие уроки важны, чтобы старшее поколение рассказывало младшему о ошибках, которые, может быть, они совершали в своей молодости. Ну, наверное, и рассказывала таким спокойным, доступным языком, не стесняясь, не говоря об этом о чем-то таком, знаешь, постыдном и сокровенном. Там, ну, вот вы понимаете, вот это вот, а что? Ну, это есть у нас, как бы, это отдельная часть взрослой жизни, это нормально. — Короче, я думаю, что они не очень нужны, у меня просто есть пример, у меня однажды друг, ну, он в Иране живет, ну, жил и переехал в штаты, штат Алабама, да, он такой консервативный штат, и что-то мы с ним разговаривали, и, ну, мы затронули тему вот этого полового воспитания в школах, и он сказал, что, типа, ну, редко здесь явление, что это Алабама, но оно есть, и в частных школах обычно. И в чем прикол? Это все для детей, как хихоньки-хахоньки. Дети не могут воспринимать серьезно, а более взрослые, они уже все, ну, узнали из интернета, умыли, переобсуждали, друг с другом перетерли. — Ну, я уже взрослая, старенькая, можно сказать, 21 годик накапал. Когда я была в девятом классе, у нас была прекрасная просто учительница, классный руководитель, и у нас были классные часы. И она это время посвящала как раз половому воспитанию, и начала она вообще вот первый свой урок такой с фразой о том, что я не знаю, разговаривают с вами на эту тему родители, но я считаю своим долгом вам это рассказать. И вот у нас были очень полезные, там было три или четыре вот урока, да, таких посвященных, но она рассказала все про то, как устроен женский организм, как устроен мужской организм, про методы контрацепции. И, ну, вот, все в этом духе, и у нас все вот абсолютно все сидели просто вот так вот слушали. Мало того, что она очень интересна, это рассказывала, но в плане как-то грамотно находила способ, ну, заинтересовать. Никто не смеялся, хотя это возраст, ну, 15-16 лет, понятное дело, вот. Ну, в общем, все ей потом сказали при выпуске из 11 класса огромное спасибо за знание. За знание, за информацию. А вас не разделяли на мальчиков, на девочек? То есть, в принципе, ну, да, потому что есть такая практика, что девчонкам объясняют отдельно, мальчишкам отдельно. Нет, у нас она, вот, общий класс, сосидели, разговаривали, и все прекрасным было. Мы привели опрос среди взрослых жителей Одинцова и узнали, что они думают о вопросах просвещения подростков на такую деликатную тему. Как вы считаете, стоит ли вводить в школу предмет полового воспитания и почему? Я считаю, что необходимо ввести этот предмет, потому что сейчас проблемы полового воспитания детей являются очень острыми, актуальными. И многие дети, к сожалению, не знают причин, потом последствий каких-то, возможно, в их возрасте удручающими, скажем так. Поэтому, да, я думаю, что нужно. Я думаю, что, наверное, нет. Почему? Ну, потому что в нормальных семьях достаточно домашнего воспитания в этом плане, да, зачем это в школах преподавать? Там, мне кажется, и так у них нагрузки предостаточно предметные, да, там, по наукам разным. А в нормальной семье можно и дома детям уже с детства объяснять, что да как и так далее. И они и лучше это воспримут, да. Ты с ребенком все равно как бы, ну, найдешь форму лучше, чем учитель, когда перед ним сидит 30 детей, все разные, разные характеры. Особенно с учетом нашей специфики, что все-таки мы страна, где разные религии и прочие культуры, да. И как ты всем по одной формуле это все объяснишь? Ну, это же такая вещь, ну, интимная, да, на самом деле. И она не подлежит какой-то универсальной формуле, что вот всем вот сказать, ребята, вот так, либо так. Ну, в конце концов, мы ком веке живем. То есть это надо индивидуально, ключ к каждому ребенку. Нет, не нужно. А почему? Потому что школьная программа и так перегружена. Сейчас уже вот добавили религиозное воспитание. Вот это детям вообще некогда уже не гулять, не спортом заниматься, только сидеть с утра до вечера и учить уроки. Это же лишний час. Половое воспитание, ну, я думаю, это, думаю, нет. Это мое точное, точка зрения. А почему тогда? Разве детям это не нужно знать? Дети и так знают без нас, поверьте мне. Есть для этого и интернет, который воспитывает их, к сожалению. Наверное, нужно. А почему можно? Почему нужно? Ну, ребенок должен понимать, что плохо, что хорошо. Я думаю, это не в плохом же смысле будет происходить. Сегодня для обсуждения такой деликатной темы мы пригласили в студию эксперта в этой области. Встречаем психолог, сексолог Елена Коган. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, спасибо, что вы к нам пришли, стали гостем нашей программы. Ну, смотрите, в первом блоке мы обсудили уже с ребятами то, что, в принципе, сейчас всю информацию современная молодежь узнает из интернета. В школах такие уроки пока проводят, если то не во всех и не часто. Это такая неналаженная практика. С родителями тоже у кого-то доверительные отношения, но все равно эти темы не обсуждаются. В основном это интернет. Хорошо ли это? Плохо? Смотрите, ну, здесь сложно сказать, хорошо ли или плохо однозначно. Но в первую очередь есть литература, которую, да, изначально я рекомендую все-таки читать, потому что в интернете не все есть правда. Не все это можно воспринимать буквально, потому что, конечно, не расскажут там какие-то точные факты, какие-то моменты, которые касаются именно физиологии человека, да, анатомии и прочего-прочего. То есть это будут какие-то общие моменты, и плюс не факт, что это можно принимать все за правду. Поэтому я бы не рекомендовала изначально лезть в интернет, а все-таки пообщаться в первую очередь со своими самыми родными людьми, с родителями. Если там отклика нет, то все-таки окунуться в литературу. Если уж и полезли, как говорится, в интернет, то лучше посмотреть там как раз литературу, да, развитие отношений, да, интимных отношений для подростков. То есть есть специальная такая литература, да, физиология человека, анатомия. То есть когда вообще происходит созревание, и все эти моменты сто процентов вы найдете даже через интернет именно в качестве литературы, онлайн книги и так далее. Все это там есть. Можете рассказать, чем занимается сексолог и зачем он нужен? Да, конечно. Сексолог, психолог обычно это специалист, который занимается вопросами развития не только отношений интимных, но и вообще отношений между мужчиной и женщиной, между двумя партнерами, да, которые развиваются и в сфере отношений, и в сфере какого-то развития дальнейшего себя как личности в паре. Не знаю, насколько я понятно это объяснила, да, но самое главное, что здесь специалист направлен на то, чтобы отношения двух людей были максимально гармоничными и в плане физиологии, да, и в плане духовного общения. Чтобы это все было объединено во что-то одно. Изначально все начинается с изучения тела. Будем, да, откровенными, что с нами происходит. Обычно в 14 лет, ну, у всех по-разному, где-то там в 12, у нас начинается перестройка физиологии организма. У девочек по-своему, у мальчиков по-своему. Но это берет начало, на самом деле, еще раньше. То есть уже в 5-6 лет мальчики, да, и где-то в 4-5 лет девочки начинают понимать, что у них разные половые органы. Поэтому уже с этого возраста дети осознают, что они разные, да, разнополые. Поэтому еще с детского сада начинается вот это изучение и познание себя. Дальше, когда уже переходим в школьный возраст, мы понимаем, что доходим до возраста, там, где в подростковом, да, уже понимаем, что у нас еще больше разницы, да. У девочек начинается, там, менструальный цикл, у мальчиков начинается просто, скажем так, притяжение к девочкам определенного формата. И вот в этот момент подростку необходимо больше информации и больше, я вам скажу честно, связи с родителями. Объясню почему. То есть откровенных разговоров именно с самыми, еще раз повторюсь, родными людьми. Если там вы, может быть, отклика не получите, да, то вы всегда можете обратиться к самым-самым своим близким, друзьям, знакомым. Но все же в первую очередь это, да, доверительное отношение с родителями, которые выстраиваются именно в подростковом возрасте, когда вы можете задать им такие вопросы, да, которые в первую очередь кажется, там, как я это задам, там, вот, что я скажу, там. Но это обязательно нужно. Что касается девочек, в первую очередь с мамами, да, обсуждать свой менструальный цикл, это прям вот обязательно. Но тут дети, понятно, стесняются, взрослые стесняются не меньше. То есть родители-то у нас уходят всячески от этих, вот, а они не называют вещи своими именами, они все как-то завуалены и желательно вообще стараются съехать с темой. Вот просто и убежал. Родители, с родителем-то тоже сложно. Знаете, как правило, фраза для меня это важно, когда ребенок приходит и говорит, что я бы хотела обсудить вот эту тему. Ребенок так со смехом приходит, да, там, вот я где-то услышал, увидел, я там на видео или еще что-то. Это одно, но когда, допустим, у подростка уже появляется не просто интерес, а появляются какие-то, зарождаются первые эмоции и чувства, то вот здесь как раз родители это заметят сто процентов. То есть это будут какие-то скрытные моменты, да, какие-то, может быть, телефонные разговоры, о которых там девочки, мальчики не захотят говорить. А вот с кем ты разговариваешь сейчас, с кем ты переписываешься, с кем... Ну, это видно, это заметно, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что первый момент, да, когда у вас зарождаются такого рода отношения, это дружеские отношения, да, когда вы, например, начинаете просто общаться тепло с мальчик, с девочкой, да. Потом вам кажется, что, да, вы уже с этим человеком как будто вы с собой общаетесь. И потом это перетекает в такой уже процесс, когда вам кажется вот этот как раз подростковый возраст 15-16 лет, что я без этого человека не могу. Это вот как раз первый момент, когда вот это вот происходит, что родители это заметят сто процентов. Ребята, хочу вам задать вопрос, был ли у вас когда-нибудь опыт влюбленности? Да. А в каком возрасте, если не секрет, Тимофей? Прям интересно стало. Блин. Ну, вот сейчас оглядываюсь назад, и вот нету какой-то прям полной уверенности, что это была прям влюбленность. Нет, ну что-то, когда у тебя к девочке, ну там уже какие-то вот прям думаешь, красота-то какая хорошенькая ты какая, аж прям глаз не оторвать. 15-16 лет. А что это были за чувства? Как ты понял, что это именно влюбленность? Можно кто-то другой ответить? Просто тут его девушка сидит. Да, поэтому я не буду. А, ну у нас уже все-таки все серьезно. Пара, пара. Нет, ну все равно, даже, да, если у вас это, вы поняли, что у вас есть какие-то эмоции, чувства друг к другу, в какой-то момент вы поняли, что, да, там переписки какие-то начались, да, общение какое-то более тесное. Да, и все-таки там, допустим, ты выбрала ее, она выбрала тебя. То есть мы говорим сейчас про то, что это ощущение, оно на каком-то сейчас именно духовном, да, уровне зародилось, что есть какие-то общие интересы, да, вы о чем-то общались, разговаривали. То есть здесь, скорее всего, вопрос относительно, что для тебя именно влюбленность. Если можно, я со всеми буду на ты. Да, конечно. Да, что для тебя именно вот в данный момент влюбленность, и потом, если можно, я спрошу там у девушки твоей. Ну, можно я на этом вопросе промолчу, просто моя девушка в этом зале есть. Хорошо, ты имеешь право. Я могу рассказать о влюбленности, как это все проходит. У меня есть девушка уже скоро, жена опоздалась, и влюбленность, она всегда начинается с того, что ты очень часто заходишь на страничку этой девочки, там, смотришь ее фотки, там, бац-бац-бац, пересматриваешь миллионы раз, да, это уже первый признак влюбленности. Второй признак, это то, что ты с этой женщиной, девушкой, начинаешь, ну, все больше и больше времени проводить, хочешь чаще встретиться, да. Ну, на первых порах ты всегда стесняешься, ну, и ты как-то пытаешься из вас как-то подвести тему, как-то оказаться на одной тусовке, вот. И когда было очень плохо, я и помогал тогда постоянно, но я понимал, что, ну, мне нравится заботиться об этом человеке, и вообще она, как человек, ну, суперинтересна, да, ты когда с ней общаешься, ты понимаешь, что это, ну, если это тот самый человек, ты понимаешь, что, ну, она, не знаю, твое отражение, ну, ты, даже если вы еще не встречаетесь, вы можете с ней обсудить все, что угодно, личные проблемы, этот человек всегда тебе поможет, всегда подскажет, но это уже первый признак, что это тот самый человек. А сколько тебе было лет, когда вы познакомились? Восемнадцать. Восемнадцать. Ну, полтора года назад где-то. И ты вот в тот момент осознал, что это вот, это оно. Это вот то чувство, которое... Да, да, да. Это больше касается интересов. Даже понятно, что влюбленном состоянии вообще может быть каждому, но уверенность уже приходит, мне кажется, да, сначала на основе интересов. Угу. А как ты с родителями поделился вот этой новостью о том, что у тебя появился такой человек в твоей жизни? Не, ну, конечно, не сразу. Я сначала стеснялся, как-то обходил эту тему, да. Родители понимали, что у меня уже кто-то есть. У меня еще был свой канал в Телеграме, она мне там комментарии оставляла, и мне мама скрин отправляла. Это она? Вот, вот. Ну, и в итоге, да, я вот это сказал. А мама следит за тебя за твоей жизнью. Да, 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 я ее добавил. Вот. Ну, однажды я говорю, ну, вот, это Алла. Она так, ну, все, уже спалил ее. Мы встречаемся, у нас все хорошо, и, ну, спокойно приняли там. Ну, а как бы они еще приняли, да? Ребят, а кто вообще еще со своими родителями делился своими любовными переживаниями? Вот там, мам, пап, мне нравится мальчик, мне нравится девочка. Какие-то у вас с родителями вообще-то принято? Можно я? Давайте. Кристина. У меня вообще первые, как бы, отношения, они начались в 18 лет. Тебе сейчас 21. Да, вот. Ты у нас уже по нашим меркам студийный грузовичок с пробегом. Именно, вот. И, как бы, на тот момент мой молодой человек, он должен был уходить в армию. И, соответственно, мама говорит, зачем тебе это надо? Ну, это все равно тяжело, вы не так долго знаете. Я говорю, нет. Я говорю, все, я влюбилась, я жду. И я дождалась, у нас все хорошо. Вы до сих пор вместе. Да, мы до сих пор вместе. У нас тоже там пока все двигается вперед, надеюсь на это. Вот. Но когда он был в армии, для меня это было очень тяжело. Хоть я человека на тот момент знала там три месяца. Ну, маленький срок. Но это был просто ад. И мои слезы, как у девочки, там, как это в соцсетях. Девушка-солдата жду. Я такое не вела. Вот. Но мама, папа, они всегда меня поддерживали, успокаивали. Сестра, друзья. Я всегда им такая, все, меня накрыло, у меня слезы. И все, и там на два часа я с ними разговариваю. Я прекрасно понимаю, что без поддержки родителей я бы не смогла именно эмоционально это все перенести. А я просто не в курсе. Это в течение года, да, ожидания? В армии, да, в течение года. Раньше было два, Кристина. Раньше было два. Дедушка вообще три служил. Ворфлот. Так, дойдем сейчас до этого, до Владимира Ильича Ленина. Нет. А что лежало в основе ваших отношений? Вот, ты говоришь, три месяца вы, да, были знакомы, и потом он шел в армии. Вот как ты почувствовала, что это тоже твой человек, и как он тоже почувствовал этот момент? Ну, у нас, с учетом того, что это вообще как бы мои первые отношения, я поняла, вау, за мной можно так ухаживать, меня можно любить. Я это поняла, и мы очень много разговаривали. То есть мы очень много друг для друга открывались, и в армии это все происходило, и до армии, и как-то все так пошло. Мы узнали друг друга и поняли все. Мы общались там целыми днями, и к этому пришли. Ну, то есть вот можно сейчас сделать вывод, да, вот из двух таких рассказов. Спасибо, ребят, вам за вашу такую откровенность, что вы делитесь. На самом деле очень ценно. Можно сделать вывод, что в основе отношений, вот этих вот, да, первых отношений лежит забота. Да, что вам хочется заботиться о другом человеке, вам хочется его удивлять, вам хочется делать какие-то, да, для него какие-то поступки, да, которые, ну, за которые бы он вас выделил, да, либо она вас выделила, что вот вы такой вот человек. Поэтому здесь основа, в первую очередь, да, отношений вот первых самых, да, и которые потом уже ведут к чему-то более серьезному. Ну, это забота, это внимание, и это то, что вас сближает в первую очередь. Не, да, какой-то именно опыт первых там интимных отношений, а именно в первую очередь зарождение вот этой заботы, понимания друг друга, взаимоуважения, дружбы. И вот это является основой. Елена, вот у меня вопрос, как я пойму, что я уже готов к половой жизни? В первую очередь, еще раз повторюсь, это самое главное, это понимать, с кем ты хочешь, да, и прожить этот опыт первый. Потому что обычно первые, да, первые интимные отношения, они запоминаются, как правило, на всю жизнь, либо наоборот, их хочется там стереть из своей жизни. Бывают вот таких две стороны медали. И то, как это будет, зависит целиком и полностью от вас, да, то есть от вас, как от пары. Что хочу точно заметить, да, в данном случае, что алкоголь, какие-то еще дополнительные вот эти все элементы, да, которые стимулируют эмоциональность, да, где-то затуманивают нашу голову, вот это все лишнее в данном случае. Если вам кажется, что вы не будете там бояться, расслабитесь в моменте, сейчас же, да, у нас молодежь думает, что сейчас вот я чуть-чуть расслаблюсь, да, подвыпью и так далее, она расслабится, и все как бы, да, произойдет само по себе. Так вот, произойти, оно, может быть, и произойдет, но как оно произойдет, еще раз повторюсь, что ответственность лежит 100% на молодом человеке и 100% на девушке. То есть вы в этом плане 100% отвечаете друг за друга. Почему я сказала, что основа отношений в данном случае первых является забота? Как ты поймешь, что вот настал тот момент, что, да, пришло время? Во-первых, я рекомендую изначально подумать в своей голове, продумать сценарий, как это будет. Во-первых, где это будет? Тоже немаловажный момент. Во-вторых, да, готовность твоего партнера, да, твоей партнерши к этому. То есть поговорить на эту тему, да, спросить, вот, да, а как ты вообще смотришь на то, что, да, у нас с тобой отношения будут развиваться дальше. Да, да, и подвести к тому, что, насколько вообще она готова к этому. Обязательно об этом нужно разговаривать. И вообще, ребят, я вам рекомендую в любых ваших отношениях, в первых, во-вторых, и дальше, и дальше, всегда разговаривать. Потому что в разговоре оно всегда, всегда рождается определенная истина, к которой вы приходите вместе. И отношения – это все-таки о паре людей, да, изначально. И всегда нужно спросить, а другой человек готов к тому, что ты готов? То, что ты готов – это очень, очень классно. Ну, это 50% успеха. Да, это 50% успеха. Но мужчина в данном случае отвечает за место, за время, за определенные стечения обстоятельств. Так же, как и женщина отвечает, да, 100% ответственности у тебя и у нее. Да, и в данном случае все-таки нужно понимать, что, да, интимные отношения ведут и к беременности, и к определенным, да, еще каким-то моментам. Поэтому здесь уже вы входите в полноценную взрослую жизнь. И к этому нужно быть готовым и внутри, да, и физиологически. Ну, физиологически, как правило, подростки сразу понимают, что есть какие-то внутри... Во-первых, эмоциональный фон меняется. Вы чувствуете притяжение больше друг к другу. Вы уже подходите к этому моменту. Но здесь, если уже такой разговор заходит, да, то обязательно нужно понимать, что я к этому готов и готов к ответственности. И ты, и твоя партнерша. И вот, наверное, в этот момент, когда ты именно мыслями, да, начнешь об этом размышлять, что а где, а как это будет, а как я себе это представляю, а вот о каких-то последствиях подумать, да, о том, о пятом, о десятом, грубо говоря, и ты сразу поймешь, а вот готов я сейчас к этому или нет. И вот если думать не о физиологии в этот момент, а все-таки, да, головой размышлять обязательно нужно, мысли, да, включать, насколько дальше, к чему это приведет. Всегда думать наперед. Перед тем, как наступить на ступеньку, да, мы проверяем, а все ли там, скажем так, для нас уже известно, а насколько известно. А может быть, мне надо еще что-то изучить в какой-то момент. Может быть, спросить у своей второй половинки, да, насколько она, как она к этому относится, как она это видит. Поэтому здесь сто процентов, ответственность сто процентов на тебе и на девушке и понимание, для чего это. А как часто вообще нужно посещать врача-гинеколога, уролога? Смотрите, здесь такой момент, что врача-гинеколога рекомендуется девушкам посещать уже, начиная с того момента, когда начинается менструальный цикл. Да, то есть как только вы, да, уже этот этап перешли, вам необходимо обратиться к врачу-гинекологу. Мальчики также примерно, начиная с 10-11 лет, тоже посещают уролога и общаются на тему того, как, скажем так, как протекают у них физиологические процессы, спрашивают какие-то вопросы и так далее. Насколько часто посещать, я рекомендую в среднем раз в 3-4 месяца девочкам после начала менструального цикла уже посещать врача-гинеколога. Сразу скажу, ничего в этом, значит, постыдного, чтобы вы не видели. Это абсолютно нормально. То есть примите факт, что это норма. Это человеческая норма, это обычный врач, как и любые другие врачи, стоматолог, там, не знаю, невролог и так далее. Да, это совершенно обычная процедура. В этом нет ничего страшного, абсолютно. И, да, рекомендую найти все-таки своего врача обязательно, именно которому вы сможете что-то рассказать, довериться и так далее. И обязательно не пренебрегать походами к данным специалистам. Как вы считаете, как не стесняться своего тела? Хороший вопрос. Задам сразу встречный, можно? А ты стесняешься своего тела? Да. Почему? Не устраивает. Есть очень хорошая практика. Я вам всем ее очень рекомендую. И еще такой момент, да, в подростковом возрасте, и вообще, да, где-то до 18, до 19 лет, мы очень часто смотрим друг на друга, да. У нас есть там в классе обычно, когда в школе есть какие-то там ребята, да, они там атлетического сложения, девочки, да, такого... С формами. Да, с формами. Да, длинными ногами. У меня 60-90, и нам всем кажется, и это тот самый идеал, я должен или должна быть такой же. Я хочу вам сказать одну фразу. Каждый из вас уникален по своему, по своему набору качеств. Физических, да, духовных, материальных и так далее. У нас у каждого, во-первых, есть отпечаток пальца, который не повторяется. Тем самым вы являетесь уже уникальными людьми, не похожими друг на друга. Вопрос стеснения своего тела, он зарождается на самом деле гораздо выше, он зарождается в голове. То есть здесь нужно понимать, а что именно я стесняюсь, а почему это происходит, да, задать себе вопрос. Я себя с кем-то сравниваю? А почему я себя с кем-то сравниваю? То есть на каждый такой вопрос задаёшь себе ещё один вопрос. Почему это происходит? А для чего это мне? У меня это улучшает, это стеснение, или оно мне мешает? В данном случае оно тебе как, мешает жить? Ну, наверное, да и нет. Ну, то есть тебе дискомфортно, да, от того, что у тебя это есть. Вопрос, скорее всего, я говорю, в том, что ты видишь человека, ну, как правило, так бывает, на который тебе хочется быть похожим. И тут вопрос цели, да. Почему так происходит? Почему мы хотим быть на этого человека похожим? И вот когда я здесь тебе рекомендую выписать, во-первых, для себя, взять листочек бумажки и написать, а вот что в тебе такого самого классного, какие-то свои самые крутые качества, которые у тебя есть, да, напиши себе порядка 20-30 штук. Вот чем я крут? Вот чем я вот такой? Чем я уникален? Чем я такой? А именно эмоциональные каких-то, интеллектуальные качества или физиологические? Можно интеллектуальные, физиологические. Может быть, ты там, не знаю, штангу можешь какую-то поднять, да, там, не знаю, там в 50 килограмм или еще что-то. Вот напиши себе на листочке вот в чем твоя уникальность, твоя сила в том, чем ты не похож на других. И я уверяю тебя, что когда ты напишешь, ты поймешь, да, у меня вообще все круто. Либо, да, момент того, что, ну, физическую культуру никто не отменял. Всем рекомендую заниматься спортом, опять же, исходя из своих возможностей и желаний, да, там, ходить на какие-то кружки и так далее, поддерживать какую-то свою физическую форму. Но поверьте, поверьте, что изначально все-таки я вам просто рекомендую принять себя такими, какие вы есть. прежде, чем себя менять, ломать, пытаться быть похожими, да, на кого-то. И в этом плане вот эта техника, когда вы выписываете для себя свои самые уникальные качества, вы себя начинаете принимать и понимать, насколько я оценен сам для себя. И второй момент, это прекрасная практика, да, своего принятия своего тела. Устаете перед зеркалом, абсолютно обнаженными, и смотрите на себя как можно дольше. Это на самом деле не просто про принятие себя, это про чувство своего тела и понимание, что, опять же, да, мое тело такое, я его принимаю таким, какое оно есть. Мне его, ну, дали изначально. Для того, чтобы... Тело – это сосуд. Это сосуд, которым мы наполняем, опять же, то, что мы едим, да, это тоже очень важный момент. Мы это наполняем, свой сосуд, едой. И то, что мы поглощаем, это тоже составляющая нашего тела. И, то есть, занимайтесь собой, думайте о том, что вы едите, чем вы занимаетесь, чем вы себя наполняете. Потому что физически мы наполняем свое тело спортом, какой-то деятельностью, прогулками и так далее. Духовно мы наполняем себя книгами, каким-то, да, каким-то общением с интересными людьми и так далее. И вот тело – это такой же сосуд, который нужно наполнять, и его нужно любить. Смотреть на себя в зеркало и говорить, какой я крутой, какой я классный. Я вот классный, потому что я такой есть. И вот попробуй, я думаю, что ты поймешь, что постепенно ты начнешь приходить к тому, что, во-первых, ты перестанешь смотреть на других, потому что мы очень часто зависим от оценок, от оценки нас обществом, что мы не похожи на какую-то там, да, там, девочку или мальчика, которые там, да, отличники или еще что-то. Ну, вот так как-то вот, да, допустим, там, кто-то выглядит лучше, чем мы, нам кажется. Ну, это кажется, потому что мы не написали себе 30 пунктов того, о чем я. Прекрасен или прекрасен. Ну, попробуй такую практику, я уверена, что она тебе поможет. Причем это постепенно наращивать. Вы посмотрели, там, две минуты, три минуты, а вот потом дошли, там, до десяти минут, поверьте, у вас вообще исчезнет. А потом в школу не пошли, стоим, смотрим, смотрим. А потом в школу не пошли и сказали, какой я классный или какая я крутая и так далее. Так, переходим к финальному блоку нашей программы интервью на равных. Елена, мы будем задавать вам вопросы на разные темы. Ваша же задача отвечать максимально честно или же не отвечать вовсе? Вы готовы? Да, конечно. Ну, поехали. Елена, когда вы поняли, что вы влюбились, какие чувства вы тогда испытали в первый раз? Это было где-то в 14 лет впервые. Я просто почувствовала, что мне хочется больше общаться с этим человеком. То есть я общалась на тот момент с компанией чуть старше меня, там, на два-три года. И я просто почувствовала такое желание почаще общаться, видеться, что-то обсуждать. И когда это начало происходить, я поняла, что этот человек мне близок по моим ценностям, в первую очередь. Мне он близок по моим интересам. То есть у меня есть с ним что обсудить. И мы друг друга поддерживали во многих моментах. То есть там, в процессе, в учебе, в определенных каких-то моих хобби, которые у меня были, да, и у него. То есть нам было интересно именно обсуждать, честно, я вспоминаю, даже обсуждали космос, там, что-то какие-то такие моменты. И по телефону разговаривали, наверное, часов по десять. Я не знаю, когда это время, но это начало было, конечно, время. Но вот я вот сейчас, например, возвращаясь в то время, я просто не понимаю, о чем это было десять часов разговаривать по телефону. И благо тогда были домашние телефоны, за них не надо было так много платить, как за мобильную связь. И, ну, это такая романтика, и мне кажется, это было вроде бы так давно, но это было прям, вот я до сих пор вспоминаю эти разговоры про Луну, про космос, про Марс и так далее. То есть я это помню по сей день. С какой самой частой проблемой к вам обращались? Как к специалисту ты имеешь в виду? Ага. Ну, это уже вернулись в день сегодняшний. Самые частые запросы идут именно про треугольники. Любовные. Любовные треугольники. Это моменты, да, измен и так далее. К сожалению, так складывается жизнь, что, да, образовываются вот такие ситуации, да, но они образовываются опять же повторюсь, вот мы возвращаемся к истокам, возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Вот когда все начинается именно на уровне познания друг друга в плане духовном, да, что я хочу заботиться об этом человеке, именно об этом, да, не о ком-то другом, а об этом человеке. Но проходит время, и люди забывают иногда друг о друге. Такое случается. И это нормально. Им просто нужно напомнить друг о друге, что они друг у друга есть. Для этого как раз вот... Для этого, да, для этого есть специалисты, сексологи, психологи, и я очень рада, что сейчас мы живем в то время, наконец-то, когда люди приходят к осознанию, к осознанной жизни, и сейчас это очень важно. А как вы пришли к тому, чтобы стать сексологом? Хороший вопрос, спасибо большое. на самом деле все очень просто. Я поняла, что сейчас тот вообще век, когда люди начали изучать себя и изучать друг друга. И мне самой стала интересна тема отношений, потому что и тема именно семьи даже больше. То есть мне интересно изучать семейные отношения, потому что процент разводов очень-очень большой. и к сожалению. И сейчас мы приходим к тому, что вот сексологи, именно семейные сексологи, они направлены на то, чтобы вот когда люди входят в брак, да, они начинают построение семьи, чтобы это было экологично. И мне вот именно интересно вот такое построение семейных отношений, чтобы люди впоследствии даже, да, образования каких-то изначальных отношений, потом семейных отношений и так далее, все-таки избегали этого момента, да, что сначала ты зашел в дверь заключить брак, а потом рядом в дверь. То есть сейчас это кажется так все очень просто, якобы зашел в одну и вышел в другую. Нет, на самом деле это тяжелый, когда развод, это тяжелый психологический процесс. Очень. Вот. Я три раза заводилась, я уже что-то не знаю. Поэтому я вам рекомендую, еще раз говорю, думать всегда изначально о следующем шаге. всегда думать о следующем шаге. Елена, расскажите про свой первый раз. Хороший вопрос, я к нему готовилась, пока ехала на программу. Значит, на самом деле очень романтичная была атмосфера, и я, и мой партнер был к этому, мы были готовы. То есть мы четко понимали и ответственность друг друга, да, перед собой. во-первых, настолько это казалось такая любовь, любовь, когда ты вообще не представляешь жизни без этого человека, и тебе хочется вот просто дополняться постоянно общением с ним. И я честно вспоминаю, это всегда, во-первых, это яркое событие в жизни любой девушки, это я вам сразу могу сказать, да, так же, как и у мужчины, у молодых людей, и ответственность, конечно, все равно основная за то, как это пройдет, лежит на мужчине, на молодом человеке. И здесь главное состояние безопасности очень важно, очень-очень важно состояние безопасности для вас двоих. Я была в безопасности абсолютно, я могу сказать, что я себя чувствовала защищенной, и это очень, кстати, важный момент, да, защиты. Мы, кстати, про это вот никто не задал вопрос, а я вам решила сейчас об этом сказать. Очень важный момент защиты и защита своих интимных отношений. Сколько вам лет было? Мне было 18 лет. А если не на камеру? Клянусь. 18 лет. Елена, спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что создали в этой студии такую атмосферу раскрепощенности, непринужденности, ну и прежде всего и за вашу откровенность. Я думаю, все получили массу знаний и удовольствия. Спасибо, спасибо, ребят, большое. Ждите новых выпусков ток-шоу про молодежь и наших интересных тем, а также следите за новостями в Телеграм-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова